Привет, бро! Пока нет у нас громких релизов, посмотрим. Релиз не громкий. Квест Valora вышел буквально недавно. Немножко мы уже этот проект в Телеграме с подписчиками пообсуждали. Ссылочки будут в описании, так же как и на сам проект. Скачать его можно с Play Market, без SMS, регистрации и VPN-ов и прочих костылей. На старте у нас есть 4 класса. И несмотря на то, что они как бы подразумевают разные роли, нет, роль у них всех одна. Нанесение урона. У нас есть воин, есть жрец, маг и стрелок. Даже жрец здесь нифига не хилит, а только махает своей булавой направо и налево. Создаем персонажа. Есть здесь небольшая кастомизация. То есть выбрать мальчик-девочка, выбрать лицо, выбрать цвет волос, глаза. И дальше уже отправляемся в путешествие по данному проекту. Но что самое забавное, то что проект доведен просто до максимальной автоматизации. Мы с вами немало уже посмотрели подобных проектов, в которых был автоквестинг автобой. Но вот квест Валор, он прям взял планочку, которую, я думаю, уже никому никогда не переплюнуть. То есть, если до этого в проекте мы какую штуку встречали? То есть мы бегаем, бегаем, квестики выполняем, мобов набиваем. Потом раз у нас открывается какой-то новый режим, нас просят туда жмякнуть. И пока мы не жмякнем, у нас ничто не произойдет. То есть, как-то что-то мы участвовали в проекте. Тут все круче. По истечении там 5 или 7 секунд он жмякнет сам, пойдет в новый режим, его пройдет, залутает, выйдет и пойдет дальше по квесту. Вот сначала я просто запустил. Думаю, пока стартик быстренько побегает, пока заварю себе чайку вкусненького, ну, чтобы с кайфом поиграть. А там уже 78 уровень, какой-то шмот уже есть оранжевый. Думаю, ничего себе, ребятки. Тут заавтоматизировали. В проекте есть русский язык, есть русская озвучка, за что, конечно, спасибо. Есть VIP и есть супер VIP, за что, конечно, не спасибо. Но если вы фри-то-плей игрок, я могу вам дать небольшую подсказочку, если вас все-таки заинтересует подобный проект. У них, когда выбираете сервер, есть расписание. И расписание показывается, когда откроется новый сервер. То есть вы можете залететь пока на действующий сервер, ну, пощупать классы, посмотреть, что вам нравится, что вам не нравится. А потом дождаться старта нового сервера и стартануть, в принципе, так сказать, с первых минут, чтобы как-то куда-то, ну, быть в ногу с донатерами. Многие скажут, что это нереально, типа донат решает. Но я вот могу судить по своему опыту. Когда я играл в Guardians of Clodium, играл я там почти со старта. Играл я без доната. И вот проблем каких-то особых у меня не было с донатами. То есть спокойно залетал во все режимы, где-то умирал, где-то побеждал. Ну, то есть удовольствие игра приносила. Да, конечно, надо было задротить, проходить все активности, снимать все сливки, участвовать во всех режимах. Это, как говорится, без этого фри-то-плейщику никуда. То есть на изи фри-то-плейщик в таких играх, ну, не прогуляется. С другой стороны, здесь очень все автоматизировано. И можно даже, наверное, запускать на свободном телефоне, чтобы он бегал, качался. Потом, когда какие-нибудь PvP-режимы, они здесь есть, их здесь много. Как и PvE-шных, а PvE-шных здесь еще больше. А может и PvP-шных больше, я, если честно, не считал. Здесь очень всего много. И время разобраться во всех спеках, это, конечно, займет немало. Также в проекте, ну, по классике мы улучшаем оружие, выбиваем питомцев через гач, улучшаем питомцев, апгрейдживаем питомцев, улучшаем навыки, прокачиваем навыки. То есть есть обычные навыки. С получением особых книжек они у нас будут эволюционировать в более смертоносные навыки. Ну и различные костюмы. Есть какая-то шкала симпатии. Пока я не совсем определился, на что это влияет. Есть свадьбы, викторинки, рыбалки, короче, много всего. Чем бы ты только, как говорится, не занимался, тебе дело всегда найдется в данном проекте. Скиллухи, в принципе, описаны. Каких-то мощных допстатов, улучшений нет, за исключением книжек. Ну и скиллухи можно кастовать в разные стороны. Нет шифта, но не знаю, как у других классов, но у моего класса, допустим, смещение есть. То есть, если что, можно либо отступать, либо нападать, сокращая дистанцию. Но это только через скилл, а не шифт. У ворот здесь такого нету. Странно, кстати. Могли бы и добавить. Это бы, конечно, игрушку преобразило. В общем, игрушка есть. Играть в неё или нет, решать, конечно же, вам. Я за неё совсем не топлю. Напиши своё мнение о данном проекте. Обнял, приподнял. И до встречи на следующем видео. Чмоки-чмоки.